Добрый день, уважаемые коллеги! Основной темой текущего дня является реализация четвертого направления пяти институциональных реформ, а именно «Нация единого будущего». Более подробно о планируемых проектах по укреплению общеказахстанской идентичности и единства общества, а также о развитии системы ценностей Мангалек-Ель нам расскажут наши гости. Позвольте представить заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Ярололук Панович Тукжанов, руководитель Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском регионе Академии Государственного Управления при президенте Республики Казахстан Айгулька Кимбековна Садвакасова, а также заместитель заведующего секретариатом Ассамблеи народа Казахстана администрации президента Республики Казахстан Леонид Андреевич Прокопенко. Ярололуқ паналы, қош келдіңіз, ағашқы сөз сөзге беріледі. Рахмет, қайырлы күн құрметтар кестер. Сіздер де және осы сіздер арқылы бүкіл қалқымызда, барша отындастарымызда, Қазақстан қалқасамблеясының атынан алдыңыздағына келген ұлық мерекесімен ораз айт. Бен қытықтау қалса дәтіңіздер. Қасетті ораз айында десалған дұғат лек неттер елімізге, қалқымызға тей берсін. Бүгін еліміздің күн тәртіпіндегі басты тақырып, қоғамдын азын өзіне аудару отырған бұл мемлекет башысынан 5 инститантық реформасы. Осыған байланысты Қазақстан қалқасамблеясын айналасында біраз әлкен сұрақтар көтілген бұлатын. Оның күшіндегі біна 100 нақты қадамдың ұл жүз барын жүзеге асыр өтетіктері туралды. Осығы ортаға салып талқыланды. Соны бүгін өзеріңізден ортаға салып өйбөлі сөйгелу отырмыз. Өзеріңізге бергілі бұл реформаның басты негізгі мақсаты, бұл осы болашағы бір тұтас ұлт қалыптастыру. Олай болатын бұса, оның негізгі бағыттарды бергіленді, негізгі-негізгі қағи таттары да анықталды. Ұлтаралы өзеріңіз жақсы біресідер. Ол дүмірі тұрқаратшаға негізделген кәсіпе мемлекеттік аппараттың тейімді жұмысы. Занғы сүтемдігін қамтамасы ету, экономикалық әлюметтік мәселені дамыту, қоғамға есеп беретін мемлекеттік транспараттік жүйені қалыптастыру. Осында негізгі сұрақтардың ішінде сөз жоқ. Негізгі бұл сұрақтардың бірі, бұл осы төртінші реформының сұрағы, бұл осы біргейлік және елдің бірлігі туралы. Бұл шараның бір сөзгін айтқанда бірнеше үлкен іш шаралардыған тейт. Негізгі жүзеге асыру бағыты бұл Қазақстан қалқа ассамблеясына бүгін жүктелі бұтыр, және Қазақстан қалқа ассамблеясы ақылы дүргізіледі. Оған мен нақты сеттер бар деп өлейміз. Біріншісі, осында айналамызда мемлекетар ақтық жағдайларды әскеретін болсақ, дүниер жүзіндегі артырлық құлысы тарды ескеретін болсақ, бүгінгі күнтәрдімдегі негізгі сұрақтың бірі, бұл сөз жоқ осында қалқымыздың бірлігі, елдің тұрақтылығы, сонтан осы төртінші бағыттың негізгі жүйелерінің бәрі, осында Қазақстан қалқа ассамблеясы арқылы жүргізілетін болып адырым. Оған, өздеріңізді естіген жарсыздыр біраз үлкен сұрақтарды күнтәртіміне қойылды, оның үшінде Қазақстан қалқа ассамблеясында бәлшайы страна, бәлшайы семья деген үлкен жоба басталға болатын, менің елім атты үлкен жобалар көтілген болатын, оның үшінде ұның үшінде ұның үшінде жүзеге асыру информациялық ауқымда жүзеге асыру жолдарды көтілген болатын. Сонтан ұсында ұның негізгі блоктардың бәрі ұсында Қазақстан қалқа ассамблеясының аясында жүзеге асырлады. Сонтан қалқа асамбле жәнде ұның үшінді үшінде ұның үшінде үшінді таң үшінді үшінде ұның үшіндің басталға ойда көтілген болатын. Уважаемые дружия, добрый день! Вы знаете, что было поручение главы государства по-пциями медичинальным реформам нация единого будущего. Это основное название, можно сказать, всей реформы. Базовая составляющая данной реформы – это пять направлений. Среди пяти направлений сегодня обозначена четвертая реформа – это идентичность и единство. Забегая немного вперед, могу сразу сказать, что фактически это направление охватывает все пять реформ. Почему? Потому что все направления блоки напрямую сегодня касаются стабильного развития нашего государства, обеспечения единства нашей страны. И хочу сказать, что основная задача была поставлена в вхождение в тридцатку развитых государств мира к 2050 году. Поэтому, безусловно, мы учитываем и международные стандарты в этом направлении. И хочу сказать, что главным концептом обозначено три единства понятия ель-баса – народ, манглик, ель. Это три неделимых понятия, заложенные именно в основу концепции идентичности. Почему ель-баса? Потому что это гарант стабильности, гарант согласия, гарант обеспечения прав каждого гражданина нашей страны. Мангликель – это главная консолидирующая идея, идея, которая направлена на объединение всего народа Казахстана и народ как главный и единственный источник государственной власти. Поэтому вот эти все базовые составляющие, безусловно, будет один из главных направлений. Я хочу сказать, что он будет базироваться на ценности, ценности мангликель, я имею в виду именно консолидирующие, объединяющие факторы. Об этом мы, в принципе, тоже хорошо, наверное, слышали. Некоторые из них я хочу перечислить. Это гражданское равенство, трудолюбие, честность, культ учености, толерантность, преданность и патриотизм. Цель, основное направление пятидественной реформы является именно укрепление единственности и единства. Но это не означает, что мы к этому вопросу пришли сегодня. Вы знаете, что в свое время был принят целая концепция развития по государственной идентичности. Это 96-й год, это период становления фактически независимого государства. Основная задача была именно укрепление всей государственной структуры. После принятия Конституции 95-го года, один из главных, наверное, задач было и признание Казахстаном, мировым сообществом фактически. И один из главных составляющих всего развития, как экономического сектора, так и социального блока, это был именно вопрос общественного согласия, который обеспечивает единство народа Казахстана. И сегодня могу сказать, что данная задача на сегодняшний день выполнена. 95% граждан нашей страны считает себя граждан независимого Казахстана. Это говорит о том, что те задачи, которые были поставлены именно в той концепции государственной идентичности, сегодня выполнены. Но мир не стоит на одном месте, она двигается. И, безусловно, с учетом международной целой ситуации, вы знаете, какие процессы в целом происходят в мире. Безусловный вопрос о глобализации подталкивает на то, что Казахстан всегда должен работать на опережение. И вопрос идентичности сегодня стоит на повестке дня. От идентичности к единству. Это говорит о том, что мы должны обеспечивать основные принципы этого направления. Это говорит о том, что мы главной задачей идентичности ставим в формирование сознания гражданина нашей страны, гражданина Казахстана. Поэтому один из главных наших направлений. Хочу сказать, что в этой сфере четыре главных приоритета. Первый. Казахстанская идентичность будет строиться на основе принципа гражданства. Во-вторых, стержневым, якорным общегражданские ценности, как отметил глава государства, являются именно ценности Магликель. Краеугольным кавеном новой гражданской идентичности станет консолидация исторических достижений модели Нарсултана Назарбаева. И в-третьих, принципиальным вопросом является три единства языков, это казахского, русского, английского языка. И в-четвертых, поскольку идентичность – это поколенческий процесс, то вся работа будет направлена на генерацию нового поколения Магликель. Всю работу по идентичности и единства будет выстраиваться вокруг Ассамблеи народа Казахстана, и он станет главным механизмом реализации общегражданского института идентичности и единства. План реформы состоит из 33 самостоятельных проектов. Я думаю, вам хорошо известно, в целом, среди 100 шагов, именно 6 шагов, имеют вопросы отношения именно к нашему блоку. Проект охватывает все направления социально-культурного сферы – это образование, культура, молодежная политика, спорт, туризм, неправительственная организация и средства масс-информации. При разработке подходов учтены сегодня предложения наших граждан. Вы знаете, что наша группа специально выезжала в разные регионы, и сегодня аккумулированы многие предложения, в том числе предложения институтов и гражданского общества, членов Ассамблеи народа Казахстана, неправительственных организаций, политические партии, и в том числе средств масс-информации. Мы учли опыт других государств, это стран-участников ОСР, это и Великобритания, Канада, Соединенные Штаты, Бельгия, Германия, Швейцария, Норвегия, Испания. Одним словом, идет глубокая аналитическая работа и полностью обобщение всех тех предложений, которые сегодня поступили к нам на рассмотрение. И главным документом блока идентичности единства будет являться концепт укрепления развития кадрзанской идентичности единства. Разработан план действия, он охватывает фактические деятельность многих государств, которые я сегодня перечислил. Это Министерство социально-экономического блока, Министерство, которое занимается туристической деятельностью в Казахстане. Поэтому ряд таких вопросов сегодня охватывается данной концепцией. Один из главных отличий будет заключаться в том, что впервые на сессии Ассамблеи народа Казахстана по итогам реализации тех или иных программ, реализуемых министерствами, будут докладываться к главе государства на сессии Ассамблеи народа Казахстана. Я думаю, это один из важных составляющих. Впервые мы внедряем именно такую практику. Реформа охватывает несколько направлений. Первое – это большая страна, большая семья. В этом направлении сейчас мои коллеги, я думаю, некоторые раскладки дадут. Кроме этого, есть проект Минагелем, проект Нурлажол и национальный проект продвижения идеи общества всеобщего труда. И один из главных блоков, безусловно, это будет информационное сопровождение деятельности. Поэтому в этом направлении сегодня подняты ряд крупных вопросов. И забегая вперед, могу сказать, что отдельно разрабатывается у нас дополнительно, вносится изменение действующей законодательства. Это по концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2025 года. Вы знаете, что такая концепция сегодня действует. Мы рассматриваем сегодня внесение изменения, дополнение закона в Ассамблее народа Казахстана, которое принято в 2008 году. Поэтому вот три крупных стратегических документа, которые охватывают практически деятельность многих государственных органов. И, безусловно, сама деятельность как института, это Ассамблея народа Казахстана. И в том числе ее статусность будет отдельно обозначена. Вы знаете, у нас есть Ассамблея народа Казахстана. Глава государства сказал, что Ассамблея – это общегосударственный, общегражданский и надполитический институт. Поэтому в этом плане, безусловно, будет один акцент сделан на содержательную часть и структурном укреплении Ассамблеи народа Казахстана. Но, я думаю, остальные вопросы по ходу мы, наверное, будем с вами обсуждать. Спасибо. 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 Здравствуйте. Уважаемые участники брифинга. Как сказал Герланд Паныч, Ассамблея народа Казахстана станет главным механизмом реализации всех мероприятий в рамках направления 4-й институционной реформы направления «Идентичность и единство». По поручению главы государства, которое он дал на 22-й сессии Ассамблеи, на сегодня разрабатывается и, в принципе, завершена разработка плана «Большая страна – большая семья». В чем задача этого плана? Во-первых, сам план будет состоять из культурно-массовых, социальных проектов, научных, информационных проектов. Всего сейчас в него входит более 50 таких крупных общереспубликанских мероприятий. И наша цель в рамках этих проектов – дойти до каждого казахстанца. Потому что, выстраивая работу по формированию новой идентичности на принципе гражданства, мы должны дойти до каждого гражданина Казахстана. Вы знаете, что сейчас идет год Ассамблеи народа Казахстана, по всей стране проходит очень много мероприятий в рамках Ассамблеи народа Казахстана и в рамках года Ассамблеи народа Казахстана. Я вот сегодня могу вам сказать, что только за первое полугодие во всех регионах было проведено 19 759 мероприятий, в которых приняло участие 8 245 000 человек. Это как раз говорит о том, что Ассамблея в своей работе способна дойти до каждого казахстанца, в том числе в работе по формированию новой идентичности на принципе гражданства и ее развитию. Второй момент, который заложен в этом плане – это модернизация формата участия Ассамблеи народа Казахстана в общественной жизни. Конечно, в связи с теми новыми задачами, которые поставил глава государства, мы прежде всего ориентируемся на внедрение в новых механизмов деятельности АНК. Во-первых, будет достроена во всех регионах система Советов общественного согласия как главных механизмов реализации нашей политики. Во-вторых, Ассамблея народа Казахстана станет патроном всех благотворительных мероприятий, все благотворительные деятельности в стране будут проходить под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. И, в-третьих, Ассамблея народа Казахстана станет центром медиации. Будет создан при РГУ Коганды-Келесем новый центр медиации Ассамблеи. Центры медиации будут созданы во всех домах дружбы Ассамблеи народа Казахстана. Там же будут открыты общественные приемные Ассамблеи народа Казахстана, где мы можем решать конкретные вопросы по укреплению нашего единства. Кроме того, в рамках направления по реализации проекта «Большая страна, большая семья» будут приняты поправки в закон об Ассамблее, где будут отражены ценности Мангелихьель. И будет принята новая концепция Ассамблеи народа Казахстана с учетом новых поставленных задач. Таким образом, проект «Большая страна, большая семья» охватит в целом все население страны и результатом его станет новый вектор развития Ассамблеи народа Казахстана. Спасибо. Спасибо вам, уважаемые гости, за объяснение ключевых моментов заданной тематики. А сейчас мы переходим к следующей части нашей пресс-конференции. Уважаемые коллеги, вы можете задать интересующие вас вопросы. Пожалуйста, первый вопрос. Казахстан. 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 Спасибо. Спасибо. Казахстан. 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 Я думаю, это главное консолидирующее начало, которое будет обеспечиваться через конкретные принципы реализации. Это что? Это обеспечение равных прав каждому гражданину Казахстана, независимо от этнической, религиозной иной составляющей. Это заложено у нас и в Конституции. И вы знаете, что один из главных направлений реформ сегодня, как раз-таки вопрос поставленный верховенства закона. Почему мы говорим, что все четыре, все пять реформ, именно четвертая реформа, он охватывает все четыре реформы. Почему? Потому что по каждому блоку это есть условие обеспечения реализации самой сегодня реформы. Сто шагов именно через конкретные условия. Я думаю, каждый гражданин нашей страны, он не просто должен быть, он уверен, он должен иметь гарантию на будущее. Каждый мама, отец, родители должны иметь гарантию обеспечения будущего своих детей. Я думаю, именно вот такие принципы человеческих ценностей заложены в реализации сегодня данной политики. Я хочу сказать, что вы знаете, что принцип единственного многообразия заложен в один из главных составляющих обеспечения именно национальной политики в нашей стране. Каждому созданному этническому, это этносу Казахстана созданы условия на развитие и традиций, и культуры, и языка. Именно через создание вот таких человеческих ценностей, возможностей прикосновения к своим истокам без слона будет обеспечиваться внутреннее согласие. Духовный мир каждого человека и без слона через него будет обеспечиваться согласие нашей страны. Это наше, не просто заявлено в Конституции или законодательно закреплено в отдельных нормативных актах. Это в нашей, он действует сегодня в нашей реальной политике через механизм обеспечения закон об ассамблее народа Казахстана и целом национальной политике. Спасибо. Спасибо вам за ответ, уважаемые коллеги. Буквально последние 2-3 вопроса. Пожалуйста, первый канал Евразия. Корреспондент Зарина Ахмеджанова, у меня уточняющий вопрос. Вот вы сказали, что будут открыты центры медиации, если не ошибаюсь. Ну, всем известно, что медиация это альтернативный метод решения конфликтов, споров. Это, скажем, принадлежит судебной системе. То есть, наша ФМИДа отдает вам какие-то свои полномочия или это о какой-то другой медиации идет речь? Спасибо за вопрос. Я хочу сказать, что в Казахстане вообще работа по медиации только разворачивается. Принят закон о медиации, вы знаете, да? Соответственно, медиатор это тот человек, который улаживает конфликт на ранних его стадиях. И медиатор это человек, который, институт медиации, он предназначен для того, скорее, для профилактики конфликтов. Для их разрешения до той стадии, когда они, собственно говоря, станут конфликтами. Это разрешение конфликтов на стадии противоречия. Вот именно в этом направлении Ассамблея народа Казахстана выстраивает свою работу с 2010 года. Центр медиации у нас был создан еще тогда. Проведено несколько школ медиации, в том числе и в Бургасе, и в Болгарии. Международная школа медиации была проведена в 2011 году. И на сегодня одной из таких мощных структур, которую мы видим в качестве также имеющей медиаторские функции, являются наши советы общественного согласия. Почему? Потому что советы общественного согласия, в том формате, в котором они сейчас существуют, способны обеспечить диалог гражданского общества и государства, отдельных граждан и государства практически в любых форматах и по любым вопросам. У нас сегодня на стране создано 1470 советов общественного согласия, которые действуют в том числе на уровне даже сельских округов, городов и районов. Мы проводили анализ. В прошлом году они провели где-то 2500 мероприятий, и в орбиту своей деятельности они включили примерно 45 направлений общественной жизни, которые впрямую к вопросам ассамблеи или к вопросам идентичности, межкультурного, межэтнического диалога, они не имеют отношения. Это были вопросы охраны окружающей среды, допустим, Бузька-Миногорский. Это были вопросы благоустройства населенных пунктов. Это были те самые вопросы, которые непосредственно касаются людей, каждого. Те вопросы, которые могут стать полем для социальных конфликтов. Те вопросы, которые могут стать полем для общественных конфликтов. И вот на это была направлена работа Советов общественного согласия в прошлом году. И вот этот институт медиации, он не подменяет... Диалог граждан и государства, гражданского общества и государства в конструктивное русло, в правовое поле. И это самое главное, чтобы наши конфликты решались именно, и противоречия разрешались на разных стадиях. На стадии их предупреждения и в правовом поле. Спасибо. Благодарю вас. Если хотите, что... Да, можно я буквально чуть-чуть добавлю по поводу медиации в системе Ассамблей народа Казахстана. С точки зрения его научно-экспертного, опять же, сопровождения, когда в 2010 году эта работа только начиналась, были приглашены ведущие медиаторы, эксперты Болгарии, Испании, которые показывали нам технологии. То есть в нашем представлении действительно складывалось, как будто медиация может быть только в судебной системе. Нет, это наша обыденная жизнь, и человек в процессе своей обычной жизни каждый день сталкивается с различными вопросами. Какие-то вопросы могут быть противоречия в семье. Очень хорошо этот институт медиации развивается в школе за рубежом. Это очень хороший опыт. И когда мы проводили первые семинары, приглашали представителей всех регионов, были показаны такие тонкие инструменты, которые только на уровне взаимопонимания. То есть надо просто спросить у другого, а что бы хотел ты? Вот и все. Собственно, с этого и начинается разговор. И сейчас, когда мы планируем развитие института медиации, мы планируем, это вот большая задача, которая ставится, такие центры создать в регионах, и чтобы они работали постоянно, люди могли туда приходить и получать практическую помощь. Для этого нет необходимости специально идти в судебную структуру, делать какие-то официальные заявления. То есть это в процессе каждодневной жизни человек может получать такую помощь с профессиональной точки зрения, с точки зрения авторитетных людей и так далее. Поэтому институт медиации – это живая структура, которая каждый день может помогать людям. Спасибо. Вы знаете, Совет Общественного Согласия, он в регионах, вот это единой вертикальной Ассамблеи народа Казахстана до наших районов, до наших аулов, поселков. И он будет охватывать, и уже охватывать, два года мы уже опробировали в всех регионах, деятельность Советов Согласов. К вопросам общественного согласия в регионах. О регионах разные вопросы. Среди предпринимателей может быть вопросы, земельные может быть вопросы. Каждый регион имеет определенную специфику, какие-то там вопросы. Поэтому в этих вопросах, я думаю, люди могут встречаться. Я думаю, один из главных вопросов, вы сегодня знаете, что в парламенте рассматривается вопрос об общественных советах и об общественных контролях. Поэтому два законопроекта, которые сегодня, я думаю, имеют прямое отношение к деятельности той структуры, которая сегодня есть в Ассамблее. Спасибо. Спасибо. Мы переходим к следующему вопросу. Ростком КИЗ, Юрий Масанов, пожалуйста. Доброе утро. Вот вопрос касательно идеи общества всего общего труда. Главой государства, она определена как одна из основ нации единого будущего. Вот в этой связи, какую работу ОНК уже проводит, провела и планируется принять? Есть ли какие-то конкретные проекты по информационному сопровождению и по продвижению этой идеи, скажем, в регионах? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, в тех планах, которые мы сейчас формируем, проект общества всего общего труда будет направлен, во-первых, на популяризацию этих ценностей среди молодежи, ценностей всего общего труда. И если вы помните, изначально, когда глава государства опубликовал свою статью, посвященную этому вопросу, одну из главных задач общества всего общего труда заключается в том, чтобы научить наших граждан, научить нашу молодежь жить в новых экономических условиях, условиях глобализации. Вы знаете, что Казахстан сейчас вступает в ЭТО, Казахстан будет вступать в организацию экономического и социального развития, Казахстан становится полноправным и открытым для мирового экономического сообщества. Это очень высокая степень конкуренции. И если вы заметили, то каждый гражданин, вообще наш успех зависит от того, от успеха каждого гражданина Казахстана, от его конкурентоспособности. И вот если вы заметили, реформы бьют, все реформы бьют в одну точку, или, как у нас сказали один раз на сессии Ассамблеи народа Казахстана, дуют в один парус. Когда гражданин Казахстана должен стать более конкурентоспособным. На это направлены вопросы трехязычия, где английский язык это язык лингофранка, когда гражданин Казахстана должен спокойно интегрироваться в мировое экономическое пространство. На это направлены социальные лифты, о которых говорил президент, который открывает дорогу молодежи наверх. На это направлены принципы меритократии, которые заложены совсем в другой реформе, не на идентичность и единство. Но вот Иролупавич сегодня говорил о том, что реализация четвертой реформы, она не может происходить отдельно, изолированно от всех остальных. И общество всеобщего труда в данном контексте, оно опирается и на принцип транспарентного государства, и на принцип верховенства закона, и на принцип меритократии. Что касается конкретно работы Ассамблеи в этом направлении, формирования общества всеобщего труда, то я хочу сказать, что Ассамблея народа Казахстана в 10, 11, 12 годах мы проводили мероприятия в рамках форума социальной ответственности. Мы проводили мероприятия, которые способствовали открытию, вовлечению, поиску и раскрытию молодых талантов. Мы проводили мероприятия, которые способствовали формированию и продвижению экономических проектов бизнесменов, которые были связаны со странами своего исторического происхождения и привозили оттуда в Казахстан высокие технологии и инвестиции. И таких проектов было достаточно немало на региональном уровне, часть из них вошла даже в карту индустриализации Казахстана. И в этом направлении, я думаю, что приоритет общества всеобщего труда, который объявлен одним из направлений реформы идентичности и единства, открывает для нас новые возможности для того, чтобы Ассамблея еще больше занималась этим вопросом. Спасибо. Здесь конкретно мы отдельно не сами по себе будем работать, мы-то работаем конкретно с министерствами, если культурная политика, это значит министерство культуры. Есть и вопросы всеобщего труда, это значит работа министерства здравоохранения и социального развития. То есть там конкретно два сегодня проекта, это Казахстанцы успешная нация и Лига профессионалов. Первый из них, он направлен именно на сегодня формирование, значит, истории тех Казахстанцев, которые добились огромных больших успехов, включая и семейные традиции. И безусловно акцент сегодня сделан и будет и дальше вестись по повышению в целом престижности, особенно рабочих профессий. Это блок профессионально-технических направлений, сегодня целый пласт крупных направлений в этом блоке сегодня обозначено данным министерством. Поэтому вот ряд таких вопросов мы будем совместно работать с соответствующими министерствами. Спасибо. Благодарю вас. Мы переходим к последующему вопросу. Казахстанская правда, пожалуйста. Здравствуйте. Казахстанская правда. Хотелось уточнить. Планы в рамках года АНК принимались до того, как были озвучены пять институциональных реформ. Сейчас готовятся планы по реализации четвертой реформы. Эти проекты будут идти параллельно или все-таки они будут интегрированы один в другой? Спасибо. Хороший вопрос. Спасибо. Вы знаете, все планы, которые были обозначены в год Ассамблеи, безусловно, ни один из них не подменяется. Все фактические планы запланированы, в том числе дорожная карта меры согласия, 20 добрых дел. Это все ведется. И 10 проектов, которые стартовал тогда на момент открытия, старта Ассамблеи народа Казахстана, и включая более 36 проектов о регионах, это все будет до конца доводиться. Безусловно, определенные акценты работы и конкретизация направления с учетом тех задач, которые поставлены на данные реформы, конечно, они будут обязательно учтены. Спасибо. Благодарю вас, уважаемые гости. Не хотите ли вы в завершении нашей пресс-конференции что-нибудь добавить? Благодарю вас за участие на нашей пресс-конференции. На этом, уважаемые коллеги, мы завершаем нашу работу. Всем спасибо. До скорой встречи. Продолжение следует...